Добро пожаловать в мультик. В сегодняшнем видео Кричусов Сонария я покажу, расскажу существ разработчиков, эксклюзивных существ, а также отвечу на вопрос, чем отличается бета-тестер от тестера и как получить существо от тестера. Давайте начнем с существ разработчиков, чтобы их купить нажимаем на тикет, нажимаем вкладку дев существа, на зеленую кнопку мы нажимаем на существо и можем купить его за робоксы, на красную кнопку попробовать за грибочки. За робоксы вид существа, за грибы на одну жизнь. Чем больше уровень существа, тем он дороже, от 500 до 100 робоксов. Но прежде чем начнем, подпишитесь на канал Мультик Плеер, а сейчас о тех существах разработчика, которые еще не вышли. Это Анютил, существо от разработчика Ист, вот так оно выглядит, никакие характеристики, ничего пока про него неизвестно. Существо Апофекс, тоже характеристики неизвестны, это существо разработчика и поддержки Сеньор Пуэртосариус. Следующее существо Афракан, вот так выглядит, существо от разработчика Рук. А теперь те, которые есть в игре, я не буду идти по порядку, сначала сначала, потом с конца списка. Итак, первое существо, которое мы рассмотрим, это Опра Легион за 5500 греймбоов на одну жизнь, или за 500 робоксов вид вы покупаете. Это существо разработчика Фоу Фрэган, он моделир, разрабатывает модели и художник. Сами цацанки отличаются вот таким вот нашим жерельем. Характеристики Опра Легиона. Здоровье 10 тысяч, выносливость 80, 150 урон, 18 скорость ходьбы, 46 бега, 9 скорость полета, Аппетит 120, ночное видение 3 из 3, это всеядное, вездеходное утерейн существо. Вес 65 тысяч, время роста 85 минут, пятого уровня защита от кручения 65%. Золотое дыхание у него есть, оно наносит 0,25 урона в секунду, дает размытие зрения, 5% шанс парализовать цель. Также у него есть страх. Существо начинает двигаться на 50% быстрее, но получает туннельное зрение, туннельное зрение, и урон их уменьшается на 50%. Также у него есть Кэн Обсервер, позволяет видеть уровень здоровья других существ. Как у Ани способность. Величие неба и бездонный наблюдатель глубин. Эти огромные существа действуют как маяки света для заблудших существ, несмотря на их пугающий внешний вид. Большинство существ ошибочно нападают на них из-за страха, потому что эти киты склонны парить над существами, когда они приближаются, как хищник, который приближается к своей добыче. Опролегионный пассивный, если их не спровоцировать, обычно летает в небе. Помогает потерянным существам вернуться в их дома, а также является маяком для других существ. Когда на них нападают, они предпочитают не атаковать в ответ, если только им не угрожает опасность, в которой они проявляют агрессию в ответ и пытаются отпугнуть вас, но не убить. Его пасхалка, она находится вот в этом месте с такими координатами под водой. Это тизер пасхалка. Она появилась за некоторое время до добавления Опролегион в игру. Вы можете также ее посмотреть, пока она еще есть. Это глаз Опролегина. Его глаза на самом деле парят вокруг него. У него нет настоящих глаз на теле, кроме пурпурных глазных яблок, которые расположены вокруг него. Он вдохновлен Астросетусом из Ark Survivor Evolved. Он должен напоминать истинного библейского ангела, отсюда и множество его глаз. При этом он китовый и драконоподобный. Кстати, у него очень прелестные звуки кита. Вторая палитра состоит из черного, красного и коричневого цветов. Эти цвета выбраны для приятного демонического контраста с ангельским внешним видом палитры по умолчанию. Чтобы включить цвета второй палитр разработчика, нужно встретить этого разработчика в игре. Быть с ним на одном сервере просто. У него пурпурно-фиолетовая кровь. В реальной жизни изменение цвета вызвано геморитрином, дыхательным пигментом пурпурно-фиолетового цвета, после насыщения кислородом, который заменяет гемоглобину некоторых беспозвоночных. Опролегион это самая медленная скорость полета в игре. Играть с ним одно удовольствие. Ты просто расслабляешься. Плаваешь, расслабляешься, летаешь, расслабляешься. Очень хорошо. Его анимация и голос китови. Вот такая его анимация Агра. Ковыр. Сел. Лег. Вот так он ковыряется в игре. Следующее существо разработчика наутика Юура. Существо Юра. Наутика Юура, менеджер и моделлер. Разрабатывают модель. Вот такое отличие с самца от самки рогами. Характеристики Юра. Здоровье 3500. Выносливость 110. Урон 175. Скорость 30. Ходьбы 70. Бега 29. Полета 75. Аппетит. Два из трех ночное введение. Это всеядное существо. Олти Рейн. Вездеход. 4500 вес. 40 минут. Время роста 4 уровня. Защита от кровотечения 35%. У него есть способность пассивное лечение. Исцеление всех находящихся поблизости существ в очень небольшом диапазоне. Для того, чтобы это сработало, Юра должен и существо, которое должно излечить, должны лежать близко друг к другу. Следующая способность Water Glow, которая включается на Кьюн. Она вызывает туннельное зрение и замедление ближайших целей, снижает скорость атаки и статусные эффекты на 50%. Юра живут уединенно и довольно послушно. Их охотничьи угодья – это прежде всего океаны, поскольку они пересекают море и небо с одинаковкой ловкостью. Их редко можно найти на суше, так как Юра всегда в движении. Им нужно мало сна, им не хватает скорости, когда они ходят пешком. Они невероятно древние и умные, они могут говорить, но предпочитают ничего не делать. Юра оказали большое влияние на историю сценария, как мифические существа и носители бурь, из-за того, что они следуют за сыровой погодой, чтобы защитить себя от хищников. Юра манипулирует потоками ветра вокруг своего тела, чтобы левитировать и летать, образуя прочную аэродинамическую трубу всякий раз, когда они путешествуют, что делает их невосприимчивыми к дождям во время полета. Они очень похожи на китайского дракона. Правда? Анимация и звуки. Он вдохновлен драконом Хоако из фильма Унесенное призраками. Его дизайн был выбран потому, что Науту, этому разработчику, которого поддерживает Юра, нравятся синие пернатые рога и стройные существа. Юра – это первое летучее вездеходное существо, способное летать без крыльев. Юра имеет самую высокую скорость полета на своем уровне. У Юры самое высокое восстановление здоровья в игре, не имеющее в себе равных после того, как Грамаса по нерфиле. Перед выходом Юры в сценарии появился тизер-пасхалка и было яйцо этого существа. Оно было спрятано в пещере рядом с водопадом. Рядом с пустыней находится одно яйцо. Сейчас вы можете посмотреть вот такую пасхалку Юры. Это его рога. Находятся они вот здесь на пещере. Правда, похоже? Вот такой замечательный китайский дракон. Ани – существо разработчика Ксанза Драгон. Его роль – программирование. Программер. Вот такой размер Ани. Самец от самки ничем не отличается. Когда вы только создали Ани, у него одна сфера. Подросткам у него две сферы. И когда он взрослый, у него уже три сферы. Еще огонек на голове. Характеристики Ани – здоровье 400, выносливость 200, вместо урона лечение 100, 25, скорость ходьбы 104, бега 45, аппетит, ночное видение 2 из 3. Это травоядное существо наземного типа, весом 350, временем роста 10 минут. Первого уровня. У него есть кен-обсервер, которым он может видеть уровень здоровья, а также какие у него наложены дебафы у этого существа. У него негативная атака. То есть нельзя укусить и так далее. Он вот так вот лечит рукой, когда вы кликаете мышкой, чтобы кого-то укусить. У него также есть не дыхание, но называется Restoration Beam, который наносит 1,375 лечения в секунду. Это первое существо, которое я могу лечить. Ани – это экзотический вид, который кажется не из этого мира. Что-то в них делает их совершенно не способными причинить прямой вред. Но взамен они специализируются на благополучии других и могут даже напрямую исцелять тех, кому хотят помочь. Их личности очень нежны и энергичны, и они никогда не испытывают чувство злобы или ненависти. Это связано с их чистым происхождением. Они невероятно альтруистичны и будут давать другим безочевидной выгоды для себя. Однако их внешний вид не отражает их мягкого характера, и только по внешнему виду они выглядят почти племенными или даже варварскими. Несмотря на это, при прибытии в сценарий им была дана способность испытывать скептицизм и недоверие, чтобы повысить свои шансы на выживание и побудить их предпочесть исцеляющие товарищеские отношения, а не исцеление любого раненого существа, которое они видят. Их шесть похожих на плавники выступов из лопаток вибрируют, как средство визуальной передачи эмоций или опасности. И уже с самого создания вы можете излечать других, лечить. Потому что это не дыхание. Незадолго до того, как появились они в сценарии, появился вот такой тизер пасхалка. Это световой столб. Также тизер он воспроизводил звуки от кристаллов эксанита. Столбы можно также увидеть в их родном царстве, известном как эксанит. Текстура столба в сценарии в качестве их тизера основана на текстуре этого эксанита. Уникальность этого столба то, что столбы могут фокусировать и перенаправлять свет. Внешний вид Ани вдохновлен духом из Орин. У Ани невероятно обширная предыстория, потому что изначально они были основным компонентом не выпущенной MMORPG, эти Lens of Ezera. В своих первоначальных знаниях Ани были существами, призванными преодолеть разрыв между чистой, совершенно загробной жизнью и нечистым реальным миром. Будучи единственными существами, способными на такой подвиг, они присутствовали в зоне эндгейма, предназначен для игроков максимального ранга. Световая полоса исходит из внутренней энергии существа, поэтому его цвет не может быть изменен. Ани первое существо, у которого светящаяся яркая бело-золотая кровь. Анимация и голос. Субтитры создавал DimaTorzok также пасхалками, посмотрите по ссылке в подсказке, либо в описании. Гибли, существо разработчика MLRK, модели разрабатывает. И художник. Такой у него размер, самец от самки ничем не отличается. У гибли, здоровье 2600, выносливость 120, урон 180, 16, скорость ходьбы 65, бега 26, скорость полета. У него аппетит 60, 4 из 3, ночное видение. Амбраш, разгон 1,2 это хищник, летающий 2000, веса 25 минут. Время роста третьего уровня, защита от кровотечения 25%, у него есть полторы единицы токсин. Он обладает способностью с зоны сна. Всех погружает в сон на 5 секунд. Также у него дает замедление скорости на 30 секунд. Еще у него есть токсичное дыхание, которое наносит 1 единицу в секунду урона. И дает эффект яда. Планируется его редизайн. Вот так он будет выглядеть. Обитая в небе и пыльных песчаных дюнах, это существо большую часть времени проводит на сухом воздухе. Легко маневрируя своими двумя большими крыльями и крылатым хвостом, он может укрыться в облаках. Обычно он устраивает засаду с неба и хватает добычу, используя свои 4 передние руки и улетает, используя разрушительный спуск вниз, чтобы убить ее. У них есть нокаутирующая способность, которая позволяет им выводить из строя хищников и убегать из боя. Он основан на королевских кобрах и самолетах. Дизайн частично вдохновлен The Legend of Zelda. Название его является отсылкой к студии Гибли, японской анимационной компании, которая сняла множество аниме, например, «Мой сосед Тоттера, унесенная призраками». Гибли – итальянско-ливийское арабское слово, означающее «горячий ветер в пустыне». Это первое существо, которое получило способность Area Sleep. Второе существо разработчика, получивший способность Ночной Сталкер. И третье существо разработчика, которое выпущено в игре. Его анимации – голос. Субтитры создавал DimaTorzok Хвост Гибли имеет типичные управляющие поверхности хвоста самолета. Руль управления, руль высоты, стабилизатор. Существо Тахукас и разработчик Студ. Художник концептов. Вот такой у него размер у этого существа. Самец и санки отличаются. Характеристики Тахукаса 2400. Здоровье, выносливость 170, урон 65, скорость ходьбы 23, 83, скорость бега. Аппетит 60, ночное видение 2 из 3, амбраш 1 на 2. Это всеядное наземное существо. Весом 2228 минут. Время роста третьего уровня. Защита от кровотечения 25%. Наносит кровотечения 4 единицы, наносит токсин 2 единицы. У него есть способность липкий мех, которая уменьшает скорость атаки на 65% тому, кто атакует Тахукаса. Анимация и голос. Это чрезвычайно быстрое и проборное существо, которое можно увидеть бегущим среди лесов и скалистых районов Санарии. Они, как правило, предпочитают растения и мясо, но не колеблюсь, используют свою скорость, чтобы преследовать маленьких существ в поисках еды, когда они в отчаянии. Будучи полностью слепыми, Тахука в значительной степени зависит от обоняния и слуха при общении. У каждого Тахука есть свой запах, по которым можно узнать друг друга. Вдоль их меха есть железы, сосредоточенные на их отметинах, которые производят эти различные запахи. Тахукас использует свои усы, чтобы приветствовать друг друга, подобно муравьям и их антеннам. У них есть любимое существо по запаху, и это существо руки, которое пахнет сладко-шоколадом. Подпишитесь на канал Мультик Плэйр. Разработчик Кэтбой Нэттан и существо Трутал Бьева. Разработчик разрабатывает модели и анимирует их. Обратите внимание, что это редизайн существа. До этого у него был другой дизайн. Она была с одной головой, сейчас у нее две головы. Самец от самки отличается. Трус Холбьева, здоровье 4300, выносливость 85, 260 урон, скорость 16, ходьбы 70, бега 24, полета 60, аппетит 43, ночное видение. Это травоядное существо летающего типа, 4500 вес, 30 минут время роста, третьего уровня защиты от кровотечения 45%, наносит 6 единиц кровотечения. У него есть способность прицепления к горам, нажимаете на пробел, подлетая к ней на вертикальной поверхности, она очень хорошо прицепляется. И когда вы хотите купить ее, вы увидите вот такую картинку. Но на самом деле она уже поменялась. Трутал Бьева подвержена была редизайну. Теперь у нее две головы, на одной голове, по одному глазу. Они выглядят как топоры. Уф, вот такая вот она стала странная, совсем не похожая на себя абсолютно. Трутоубьева чрезвычайно агрессивная ночная травоядная, если вы подвергались нападению одного из них. Как правило, живя в одиночку или с несколькими другими представителями своего вида, он не чрезвычайно опасный и жестокий при тесном контакте с другими существами. Ночью они выходят из пещерства, полакомятся кустами, а днем уходят обратно в темные места. Их задние зубы – единственные зубы, которыми они могут жевать, а передние зубы предназначены для того, чтобы поранить врагов. Вкус слишком большого количества крови приводит Трутал Бьева в бешеное состояние, которое обычно заканчивается смертью, вызванное безрассудством. Она очень агрессивна ночью и обычно бродит где угодно по суше. Они кормятся ночью, не испытывают сострадания к другим видам и не заботятся о своих, которые не входят в их семейную группу. Но они, как родители, крайне заботятся о своих детенышах очень сильно, защищая их. Анимации Трута и ее голос. У Трутал Бьева две головы, но мозг есть только у одной из них. Другая голова больше работает как дополнительная конечность. Шипы на передней голове используются для тарана врагов, но они часто путаются с зубами. Кэт Бойнетт создал Трутал Бьева в качестве своего существа, потому что им нравятся вещи, которые не являются тем, чем кажутся. Отсюда и тот факт, что это травоядное животное, хотя выглядит как плотоядное. Дизайн Трутал Бьева основан на неточных реконструкциях Геликоприона. Это десторическая хрящевая рыба, которая жила в пермский период, а также Скорпиона и Амары. Теперь после дизайна, редизайна Трутал Бьева единственное существо, которое две головы. Возможно, появится способность, которая известна как высасывание жизни, разложение тела. Она будет красть здоровье у цели и набирать ее на себя. Также для своего аватара вы можете купить за 120 робоксов вот такие крылья. Разработчик Эрития, это менеджер и ее существо Архалиум. Вот такого размера Архалиум. Самец оценки отличается наличием меха. Характеристики Архалиума. Здоровье 3800, 145 уносливость, 220 урон, скорость ходьбы 22, 56 бега, 28 полеты, аппетит 50, 2 из 3 ночное видение, 1,2 разбег. Нажимаете Ctrl, идете вперед. Всеядное существо летающего типа. Вес 2800, времени роста у него 40 минут четвертого уровня, защита откроет течение 25%. На него есть облачное дыхание, которое не наносит урона, имеет водную регенерацию и эффект от грязи, грязевую регенерацию. Архалиум существо, символизирующее чистоту, украшенное золотыми лентами, выгравированными на их мехо. Его многочисленные крылья позволяют ему касаться неба над головой и использовать облака над собой своим собственным дыханием. У него это первое существо, у которого уникальный след ветра во время полета, когда он становится взрослым. Его анимация и голос. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот ангельский архалиум. Он похож на китайского дракона в некоторой степени. Программер Alertcoder F. Его существо Курогоск. Вот такого он размера. Самец от самки отличается. Характеристики Курогоска. 5000 здоровья, выносливость 90 урон, 328 скорость ходьбы, 65 скорость бега, 70 аппетит. Ночное видение 3 из 3. 1 из 15 у него амбраш разгон. Это хищник наземного типа. Весом 7000. 40 минут временем роста. Четвертого уровня. 35% защиты от кровотечения. 7 единиц наносит кровотечение. У него есть энергетическое дыхание, которое наносит 0,25 урона в секунду и имеет замедляющий эффект. Также у него есть способность невидимости, которую когда он неподвижен, можно включить на клавишу Q, он становится невидимым. Но если вы пойдете с веществом, подвигаетесь, он уходит из этого состояния. Анимации и голос. Субтитры создавал DimaTorzok У этих существ смертоносные острые когти, а из их ужасного тела исходит естественный светящийся огонь. Эти существа чрезвычайно быстрые и хорошо защищаются от кровотечения, хотя легче и намного слабее, чем другие существа с таким же уровнем. Несмотря на то, что у него есть крылья, он не может летать. Эти крылья слишком порваны и маленькие, чтобы нести свое тело. Они больше похожи на плащ, который используется для невидимости. Курогоск это первое существо разработчика, которое было добавлено в сонарию. Разработчик Тамбраш Моделлер и его существо Сархенгара. Вот такого он огромного размера с тремя головами. Самец от самки ничем не отличается. Характеристики Сархенгара. Здоровье 6500, выносливость 60, урон 425, скорость ходьбы 23, 52, бега 19, скорость полета аппетит 70, ночное видение 2 из 3. Это хищник летающего типа массы 11000, временем роста 65 минут 5, уровня защиты от кровотечения 40%. У него есть иммунитет от яда, 1 единица токсина наносит, еще у него есть оверсирс джаджмент. Яд наносит 3 единицы благодаря вот этому всему. То есть когда у него на 50% снижается его уровень здоровья, он всем окружающим, которые находятся рядом с ним, будет наносить этот яд, пока существо не вылечится с Архенгара или не умрад. У него также есть гамма луч, это не дыхание, а именно луч. У него несколько секунд зарядки и потом он наносит 25 единиц урона в секунду. Голос и анимации с Архенгара. У него есть 3 головы, на каждой из голов написано по букве, что означает Сар. Можно составить из этого слова. Сары это такие хранители, как Вардены в Сонаре, только там были Сары в Даймоне. Видео про Даймона смотрите в подсказке и в описании видео. Отдельно про эту планету. Что это за планета. И, кстати, была вот такая червоточина, кротовая нора. Вот такой вот тизер был. Перед появлением Сархенгара в Сонаре, это как раз червоточина, соединявшая Даймону и Сонаре, через который Сархенгар как раз и попал в мир Сонаре. Сархенгар – выживший Сар, который сумел приспособиться к тому, что произошло на Даймоне. Об этом смотрите подробнее в нашем видео, которое в подсказке, а также в описании. Сейчас, кстати, в альфа-режиме тестируется игра Hunters of Daimona, который разрабатывает Тамбраж. Сархенгар – это выживший хищник суровой ядовитой планеты под названием Даймона, прибывший через червоточину с односторонним движением. Несмотря на свой размер, Сархенгар совсем не безмозглый зверь. С глубоким чувством хитрости ума он предпочитает перехитрить своих врагов, чем броситься на них с полной силой. Уровень любопытства и терпения намного выше, чем у других существ, и он имеет титул «Эквивалентный стражам». Сархенгар вдохновлен королем Нидры, Кайдзю из франшизы Годзилла. Сархенгар – это первое существо, которое имеет сопротивление к яду. Это самый большой концепт летчика. Первое существо, которое с несколькими головами. У него светло-зеленая кровь. Вы также можете купить маску с Архенгара и головы с Архенгара на свой аватар. Итак, следующее существо разработчика Джексон Бёрб. Разработчик модели и художник. Это Никтоксон. Вот такого он размера. Самец от самки ничем не отличается. Анимация и голос. Продолжение следует... Продолжение следует... характеристики ник таксона здоровье 5200 выносливость 90 урон 280 скорость 23 ходьбы 63 бега аппетит 70 ночное видение 3 из 3 амбраш 1 и 15 это хищник наземного типа массой 8000 временем роста 40 минут четвертого уровня защита от кровотечения 40 процентов наносит кровотечение 4 единицы у него есть ледяное дыхание которое наносит две единицы урона в секунду и замедление у него есть снежный щит который можно включить в любом возрасте пока снежный щит активирован никакие физические атаки или атаки стихийного дыхания не могут достичь тех кто находится внутри снежного щита способности основанные на радиусе который вызывает статусные эффекты по-прежнему могут воздействовать на пользователя внутриснежного щита например радиоактивные лампы землетрясений радиация и другие также у него есть wintertech иммунитет к зимним разным эффектам появившихся в замерзших горах сонарий ник таксан редкое одиночное существо с его толстым слоем жира перьями и длинными когтями он идеально подходит для охоты экстремальный холод и снег когда ночь удлиняется и температура падает ник таксан раскрывает всю свою свирепость и надевает на себя корону короля зимы говорят что тогда он способен заморозить своих врагов во льду и вызвать метель он соперничает с арсоносом до такой степени что становится и заклятым врагом по неизвестным причинам в ник таксане объединено все что так нравится разработчику которого принадлежит он пушистые вещи вот снег птицы и что-то сильное грубое и все это объединено в ник таксане ник таксон это первое существо способности снежный щит первое существо способностью ледяное дыхание дыхание ледника у него также есть предмет для аватара маска ник таксана который тоже почему-то уже нельзя купить мы рассмотрели с вами существа разработчиков которые покупаются за робоксы но есть также эксклюзивные существа они выдаются признанными сторонникам игры которые помогают продвигать тестировать управлять сообществом или оказывать поддержку другими способами также чуть позже я отвечу на вопрос у меня есть бадж тестера почему у меня нет сигматокса первое эксклюзивное существо которое выдается контент креатором и можно получить у них в трейде это ариес а самец оценки отличается хвостом характеристики ариеса 2300 здоровье 150 выносливость урон 125 скорость ходьбы 1775 бега 33 скорость полета у него аппетит 55 ночное видение 33 это травоядное летающее существо весом 1750 время роста 20 минут третьего уровня защиты от кровотечения 10 процентов наносит кровотечение 2 единицы у него золотое дыхание которое наносит 0 25 единиц урона в секунду дает размытое зрение а также пятипроцентный шанс парализовать свою цель также у него есть зона побега escape area которая может парализовать противника на 3 половины секунды ариес это существо пришедшие из мифологии с хрупкой внешностью и именем похоже на двух богов разрушения чистый легантный хаос парящий в небесах с ангельскими крыльями и мерцающим золотом его сияющую ареал корона владыки небес ариес не был вдохновлен чем-то конкретно предполагается что его имя вдохновлено именами двух богов из греческой мифологии арес бог войны и эрида богиня раздора звук и анимация звук и анимация а первое существо с эксклюзивным контентом выпущены в сонарии это одно из немногих существ с золотой кровью это существо можно купить в трейде с контент-мейкером другие игроки не могут в трейде вам его дать только контентомейкер если обычный человек не контент-мейкер с вами затевает трейд то скорее всего он даст вам сторот либо просто обманет потому что только с подтвержденным статусом от разработчиков игры контент-мейкеры способны дать вам его в трейде следующее существо которое также с ограниченным доступом получает только тестеры игры кейчусов сонария не путайте с бета-тестированием бета-тестирование это когда игра только начиналась она сначала была в разработке потом она прошла в стадию альфа тестирования потом в стадию бета-тестирования когда ее открыли для большого количества игроков и эти игроки могли получить батш бета-тестера бета-поддержки это одно а тестер это работа такая он постоянно в сценарии что-то тестит то есть батш вы получили все игра уже в релизе она уже никогда не будет бета-тестирование потому что она уже прошла этот этап это как этап взросления она уже не может стать снова маленьким младенцем она уже выросла эта игра и так тестер это такая работа такая же как разработчик и получить сигматокса вы можете только в трейде с этим тестером и так существо тестера сигматокс посмотрите у него на хвосте еще одна голова и самец от самки отличается такими штуками рогами звук и анимация а Так, характеристики Сигматокса. Здоровье 7000, выносливость 70, урон 450, скорость ходьбы 27, 57, скорость бега, аппетит 70. Ночное видение 4 из 3, амбраш 1.25, это хищник наземного типа, массой 18000, временем роста 70 минут, 5 уровня защиты от кровотечения 35%, наносит кровотечение 7 единиц, у него есть иммунитет от яда, наносит яд 1,5 единицы. Укрепление, способность такая, которая включается на ку, он стирает эффекты или способности кислота, зона сна, кровотечение, размытое зрение, размытие, разрушение костей, горение, засорение легких, холодные дебафы, эрозия, страх вина, разрыв связок, некрояд, паралич, заморозка, яд, токсин, лучевая болезнь, шок, липкие зубы и туннельное зрение. Сигматокс это легендарное жуткое существо, неизвестно от происхождения, этот зверь послеживает добычу любого размера, разрывая ее своими мощными когтями. Сигматокса могут трейдить только тестеры, от другого игрока в трейде вы не сможете получить Сигматокса, только на одну жизнь, Сторот. Сигматоксы довольно умные существа, знающие, когда следует начинать драку, а когда нет, Сигматокс может обманывать существ. Также он очень любопытен, ему нравится много использовать свои руки для нескольких вещей, например, хватать минави или элопи, нежно их сжимать с любовью и задаваться вопросом, почему они кричат. У Сигматокса есть много рук, которые он использует для удержания и захвата, но несмотря на то, что они любопытные парни, с ними не стоит связываться. Пара рук на его спине может легко открыть рот кэндилу, а другие руки хорошо держат добычу среднего размера. Они могут обрушить небоскреб, если на это есть причина. У Сигматокса светло-зеленая кровь. Вот это существо, это Ралотус, это существо, которое наравне с Арисом и Сигматоксом будет трейдиться и находиться только у модераторов и администраторов дискорд сервера, крича софсонария. Они точно так же, по идее, смогут его трейдить, как контент-мейкеры и тестеры. Вот так оно выглядит. Когда оно появится в игре, тоже непонятно. Найти тестеров, контент-криэйтеров, администраторов и модераторов можно в официальном дискорде, крича софсонария. Там же написать им и попросить о трейде. Итак, мы рассмотрели ответ на часто задаваемый вопрос. У меня есть бадж, но почему мне не дали Сигматокса? А теперь давайте посмотрим, что дают все-таки за вот эти баджи. Давали точнее. Бета-тестер, бета-держатель. Это существа Ауленус и Керуку. Рассмотрим сначала первый бадж. Бадж бета-тестера. Для этого нужно было просто играть во время бета-тестирования игры крича софсонария. И получить Ауленуса. Вот самец от самки ничем не отличается. Итак, Ауленуса. Характеристики здоровья 4200, выносливость 75, урон 275, скорость ходьбы 27, 63 бега, 28 полета, аппетит 55, ночное видение 3 из 3. Это всеядное существо летающего типа 3000 весом, 40 минут роста 4 уровня, защита от кровотечения 10% и наносит кровотечение 4 единицы. У него есть Кен-Обсервер. Это способность как у Ани, которая позволяет видеть уровень здоровья других существ, которые находятся рядом с ним. Ауленус крупный хищник, похожий на птицу с крепкими ногами, достаточно сильными, чтобы легко поднимать огромную добычу с земли. Из-за своего большого размера он не может долго переследовать добычу, поэтому предпочитает нырять и нападать на добычу с небес. Он исполнит милый танец для своего партнера, подбирает или бросает мелких существ для развлечения. Анимации и голос. Сейчас его можно получить через трейд. Вдохновлением для Ауленуса подслужил доисторические хищные птицы и синий-желтый попугай Ара. Некоторые называют его фениксом. Говорят о том, что можно спать в лаве, а Ауленуса, но я не знаю. Следующий бадж это бета-держатель, бета-сеппортер. Для этого нужно было задонатить робоксы в поддержку кричасов сонария и получить керуко. Вот такой вот он керуко. Самец от самки тоже ничем не отличается. Их характеристики керуко. Здоровье 2750, выносливость 120, урон 180, 16, ходьба 62, бега 29, полета. Скорость 60, аппетит 3 из 3, ночное видение. У него есть амбраш разгон на 1,15. Чтобы его включить, нажимайте Ctrl и вперед. Это всеядное существо летающего типа с массой 2400, временем роста 30 минут. Третьего уровня, защита от кровотечения 50%. У него есть дыхание, молниеносное, наносит 2 единицы урона в секунду. Может парализовать цель, а также наносит эффект шока. Также он может прицепляться к стенам, к горам. Керуко всеяден и очень проворен. Почти во всем полагается на свою скорость. В основном они едят фрукты, но время от времени охотятся. Хотя обычно это мелкая добыча или объедки. Они используют своих когтей для охоты, взлетая высоко, ныряя к своей добыче и ловя ее. Ацтекский дизайн у Керуко. Когда его создавали, нужно было его сделать настолько ярким и крутым, насколько это было возможно. Анимации и голос. Керуко. Керуко. Керуко самое редкое торговое существо в мире. Она гораздо более редкое, чем Бориал и Сигматокс. Керуко это первое существо, которое получило способность молниеносного дыхания. Также есть предмет на ваш аватар посох Керуко, который можно приобрести было. Ну и как следовательно, ауленоса и Керуко теперь можно получить только в трейде. Друзья, напишите в комментарии, какое существо вы хотели бы. Подпишитесь на канал Мультик Плеер. Всем удачи и пока-пока.